с вами николай пименко в проекте даты сегодня 23 ноября международный день акварели инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник альфредо гуатирохо именно он будучи выдающимся художником акварелистом также убежденным в том что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира в 1991 предложил этот праздник ну а теперь о родившихся 1875 год в этот мир приходит анатолий луначарский нарком просвещения академик после поражения первой русской революции отошел от большевиков и занимался богостроительством на что ленин философски изрек сволочь луначарский боженьки ему захотелось прекрасный оратор и публицист знаток мирового искусства луначарский написал ряд пьес был автором сценария первого советского агитационного фильма уплотнение 1898 год в этот мир приходит родион малиновский маршал советского союза дважды герой советского союза министр обороны в 1908 году рождается николай носов детский писатель хорошо известны нам по приключениям незнайки и его друзей а в 1941 году рождается эдуард назаров художник все фильмы про винни пуха это его а также режиссер фильма мультфильма жил был пес теперь о событиях этого дня 1170 год до нашей эры достоверно или нет но в некоторых источниках со ссылкой на древние египетские хроники утверждается что в этот день строители пирамид потребовали улучшения условий труда и повышения платы вроде бы рабы были бесправны но если такая запись на самом деле существует то это первый в истории зарегистрированный случай забастовки 1708 год в троицкой церкви города глухого после литургии и соборного молебна митрополитом киевским был совершен обряд проклятия ивана мазепы вероятно придуманный самим петром первым над портретом же мазепы украшенным орденом андрея первозванного 1700 петр лично присвоил ему эту высшую российскую воинскую награду трижды пропели анафему вслед за этим палач протащил портрет по улице на веревке и вздернул на виселицу на следующий день казнили двух соратников гетьмана изменника по всей малороссии на церковных дверях было прибито объявление о том что приставших врагам мазепа и все его единомышленники отвержены от церкви 1859 год в книжных лавках лондона в продаже появляется зеленый томик книги чальза дарвина под названием происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь в котором основной движущей силой эволюции дарвин называет естественный отбор и неопределенную изменчивость огромный по тем временам тираж в 1250 экземпляров раскупают за день который ознаменовал собой появление в мировой науке теории эволюции живой природы которая стала краеугольным камнем современной биологии или дарвинизма и по сей день бушуют страсти за дарвинизм с одной стороны против дарвинизма с другой 1917 год декрет цик и совнаркома об упразднении сословий гражданских чинов согласно этому документу всякие звания дворянина купца мещанина крестьянина и прочее титулы княжеский графский и прочее и наименование гражданских чинов тайные статские и прочие советники уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения россии наименование гражданин российской республики 1928 год в москве открывается дворец культуры железнодорожников согласно ильфу и петрову построен он был благодаря драгоценностям тещи полита матвеевича воробьяниного которые были спрятаны в двенадцатом стуле из гарнитура мастера гамса жаль что это судя по всему все-таки не соответствует истине 1936 год во время торжественного обеда в вашингтоне в честь столетия патентного бюро сша впервые использованы для освещения люминесцентной лампы история создания лампы начинается в 1857 году когда французский физик александр беккерель который исследовал явление флорисценции и фосфорисценции экспериментировал со стеклянными трубками для электрического разряда получив в результате принцип действия люминесцентной лампы 1964 год американский кардиохирург майкл дебеки провел в методистском госпитале хьюстона первое в бешеная аорта коронарное шунтирование обводку сердечного сосуда закупоренного атеросклеротической бляшкой и вшивание параллельно ему свободного для потока крови трубчатого отрезка как правило из чистой ножной вены операция дебеки фамилия объясняется ливанским происхождением его родителей признана наиболее эффективным методом лечения и химической болезни подлинного бича пожилых людей в россии хорошо известной методикой сам автор особенно с ноября 96 года когда он консультировал своего бывшего ученика рината акчурина который в свою очередь оперировал президента бориса ельцина дебеки скончался в возрасте 99 лет в июле 2008 года вот эта жизнь 1984 год состоялась премьера художественного фильма режиссера эльдара рязанова жестокий романс он снят на киностудии мосфильм композитор андрей петров фильмы снимались алиса френдлих лариса гузеева никита михалков андрей мягков алексей петренко и многие другие популярные артисты 1991 год солист и автор большинства песен популярной группы queen фредди mercury подтверждают слухи о том что он болен спидом на следующий день он уйдет из жизни таков итог пятилетней борьбы человека со смертью трагический итог жизни блестящего музыканта и шоумена который заявил что у него было больше любовников чем у элизабет тейлор уход mercury был потрясением не только для его фанатов но и для людей далеких от современной музыки стало совершенно очевидно что спид не выбирает его жертвой может стать каждый все права на свои песни фредди mercury завещал женщине которая ухаживала за ним страшные дни болезни 1993 год москве официально возвращен исторический герб утвержденный еще в 1781 году четырехугольный темно-красный геральдический щит с изображением всадника святого георгия победоносца на серебряном коне серебряной сбруи поражающего золотым копьем черного змея всадник змей борис утвердился во время правления ивана третьего в 1710-х годах первым всадника на московском гербе назвал святым георгием петр первый первый официальный герб города москвы утвержден 20 декабря 1781 22 сентября 24 года 20 века новый герб города советской символикой был составлен архитектором осиповым и утвержден президиумом моссовета в 1993 году распоряжением мэра москвы лужкова городу был возвращен исторический герб сходный с гербом 1781 года но еще об одном событии подробно вот и не верь после этого что называется знаком судьбы они познакомились 23 ноября 1949 года начинающей голливудской актрисе кто-то показал список сочувствующих коммунистом в котором значилось ее имя девушка испугалась и обратилась к другу семьи с просьбой помочь выпутаться из этой странной ситуации тот организовал встречу с президентом гильдии актеров а им в ту пору был никто иной как рональд рейган а ее звали нэнси за всю историю соединенных штатов не было президента так блистательно сыгравшего свою роль сейчас многие американцы всерьез называют рейгана великим политика неплохая профессия шутил он если вы преуспели есть много наград а если опозорились всегда можно написать книгу но и самое главное когда рядом с вами ваша жена с вами был николай пивненко в проекте дата